Считанные дни назад под сводами одной из старейших школ нашей республики проходили заключительные занятия учебного года. Здесь решали примеры, изучали правила стинского и русского языков, готовились к экзаменам. Сейчас все это осталось в прошлом. Теперь здесь можно увидеть только разобранные окна, полы, стены и школьный инвентарь. Но это все временно. Скоро здесь появится новая школа, отвечающая всем современным требованиям. И школьная жизнь насыщенная и яркая, вновь закипеть, но уже в новом здании. Капитальное строительство аварийного здания 2-й гвардейской школы началось несколько дней назад. Первым делом рабочие приступили к демонтажу старых, отслуживших свой срок конструкции. Демонтировали потолки, напольное покрытие, обвешавшие перегородки, старые доски, гипсокордон. Работа предстояла масштабная, но уже близится к завершению. На объекте трудятся рабочие строительные компании «Мегаполис ТЭП». Порядка 10 человек. Активно им помогают и учителя второй школы. Кто-то выносит стулья и парты, кто-то другие оставшиеся школьные предметы. Рисунки учащихся так и висят на стенах. Как говорится, у братьев рука не поднимается. Рабочие дожидаются юных обладателей авторских прав. После демонтажа кровли рабочие приступят к сносу основной конструкции здания. По словам Босикова, на это уйдет порядка двух недель. Для безопасности пешеходов и водителей объект будет огорожен, а прилегающие к школе улицы ежедневно поливаться водой. К работам по закладке фундамента будущего здания строительная компания приступит сразу. По проекту аварийная часть второй школы будет четырехэтажной. На первом этаже будут расположены столовые, горячий цех, раздаточный, учебный класс, библиотека. На втором этаже разместятся учебные кабинеты для начальных классов, на третьем – для старших и медицинский кабинет. На четвертом этаже – компьютерный класс, административные помещения и многофункциональный зал для дополнительных занятий. Также предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения. Обустроим котлован, отсыпаем его, утрамбуем землю хорошо, подготовим грунт. Потом начинаем бетонные работы, фундаментные. И вот воздвигаем стены с подвальными в техподполье. Полноценные этажи в Дзене подвальные. На ушку зародчистан, остывала она уже, тортародчистан монолитный. На 440 учеников, аж крыло, махка шара, замы. На дорогу примерно выясно. В общем, сложности в Дзене около 900 человек. Два крыла и на. Трехэтажное основное здание второй школы было возведено в 1934 году. С тех пор оно пришло в аварийное состояние, а уроки здесь проводились с риском для жизни. Строительство нового здания осуществляется в рамках инвестиционной программы и, по словам гемподрядчика, будет завершено в течение двух лет. А до тех пор учеба будет проходить во втором корпусе в две смены. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаева, Ксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.